Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня 6 мая и я уже выкладывала сегодня одно видео, там где у нас идет град, снег. Но несмотря на то, что такая плохая погода у нас, какая-то переменчивая, сначала был град, снег, потом какие-то вообще куски повалились, такие как пенопласт. Вот, ну неважно, я не об этом хотела сказать, но в теплице жизнь продолжается, идет своим чередом. И томаты, после того, как я их высадила, начали очень обильно цвести, прям буквально почти все зацвели. Сейчас хочу я вам перечислить все сорта, которые зацвели у меня в первую очередь, буквально сразу через неделю, и которые завязывают плоды вот в таких неблагоприятных условиях, потому что на улице 5 градусов. Здесь я вот зашла 12-15 градусов, сегодня два раза заходила. Сейчас выглянуло солнышко, вот после града, после снега, стало здесь теплее. Ночью будет минус, наверное, придется даже обогреватель включать. Пока они у нас под тряпками, я всю общую панораму не могу вам показать, потому что все у нас, видите, у меня все закрыто, укрыто, я вот ползаю под ними, привязываю их. И назову все сорта, которые зацвели, очень обильно. Мало того, что зацвели, они активно вяжут плоды. Один плод я уже показывала, но он теперь уже не один. Все, которые зацветают, тут же завязывают. Я связываю это с тем, что для томатов, для опыления и завязывания, не нужна большая температура, им даже хуже, когда 30-28. Многие знают, что в это время пыльца томатов стерильна, они не опыляются, цветы засыхают и опадают. И такое впечатление, что помидоры стараются успеть, пока вот такая температура не жаркая, чтобы быстрее отцвести и завязать плодики. Вот очень хорошо цветет сибирский изобильный. Вот первая кисть, вторая кисть, там на подходе третья, этот вот в один ствол. Его сосед сибирский изобильный, я в два ствола. Но чтобы потом показать разницу, тоже. Один цветет, кисть на основном стволе, другой на пасынке, тоже две кисти. Вот третья уже к расщелкиванию близка. Вот считайте, почти уже три кисти цветочные уже сформированы, и две зацвели, одна расцветает. Так, сейчас мы приползем потихоньку дальше. Вот это все сибирский изобильный, все он весь в цветах, вот цветет, цветет, где цветет, где бутончики. Вот цветет, по две кисти цветут, третья. Потом дальше сорт румяна, тоже расцвел сразу же после высадки, через несколько дней. Ой, там за спиной мы прошли пудовик, но мне туда не повернуться цветет. Потом цветет, вот чудо земли, тоже активно. Цветет, конечно, вот этот вот вечный зов, который я показывала. Вот тут первая кисть у него вообще уже формируется. Вот одна помидорка, вторая помидорка. Он первая кисть зацвела, вторая формируется. Но мало того, что вот эти вот все, это вот почти все сибирские сорта. Там алтайский силащ зацвел. Потом, сейчас скажу, русские колокола, госпожа удача, все зацвели. Но мало того, что вот эти вот, которые большие, здоровые были, кусты при высадке зацвели, зацвел еще петруша и Настенька, несмотря на то, что они вот совсем крошечные. Просто они низкорослые, они выглядят маленькими, но они большими сильно и не будут. И вот петруша, Настенька тоже зацвели. Это значит, что вот эти все сорта, которые цветут в первую очередь, ну на них на некоторых и написано, что они способны зацвести, сформировать плод и дать урожай в неблагоприятных условиях. Это очень важно для тех, кто живет в регионах с коротким летом, с холодным летом. И поэтому, если вы выберете удачно сорта, то можно получить хороший урожай в любом регионе, при любой погоде. Томатам сильно жары не нужно. Нужно просто выбрать правильно сорта и, ну, какой-то минимальный уход, конечно, нужен. Все, вот у меня плоды завязываются. Даже если будет такая вот неблагоприятная погода, урожай все равно будет. Сибирские сорта меня выручат. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова и обзор тех сортов, которые зацвели в теплицу буквально через неделю после высадки. Очень дружно. И завязывают плоды.